Смотрите сегодня в специальном репортаже наше журналистское расследование. Умственная отсталость. США недооценили возможности российской армии. Каким последствиям привели действия Вашингтона против Москвы? Был создан координационный центр при правительстве Российской Федерации. Это главный на сегодняшний момент инструмент, благодаря которому вооруженные силы своевременно должны получать вооружение и технику. Подарки от Санта-Клауса. Вашингтон продолжает вооружать киевский режим. Есть ли границы у американской благотворительности? Америка привыкла считать деньги и привыкла считать все для себя и только с точки зрения собственной выгоды. Уже наблюдается некоторая сдержанность. Бронированный хищник. Германия отказалась предоставить Украине танки «Леопард». В чём истинная причина нежелания Берлина помогать Киеву? Танков «Леопард» новых модификаций там почти нет. Модификаций устаревших мало. Они в неудовлетворительном состоянии. Огневой вал. Как сказалось применение этой стратегии против ВСУ на моральном духе украинских националистов? Мы больше месяца провели в окопах, передавая координаты, по которым ни разу не сработала артиллерия. Мы требуем перевода всего подразделения. США пересекли красную черту, провоцируя Украину к вторжению в Республике Донбасса. Москва своевременно разгадала игру Вашингтона. Как Белый дом угодил в собственную ловушку? Расскажем прямо сейчас. Пентагон в панике. Министерство обороны США прогнозирует, что к 2030 году Россия обгонит НАТО по количеству и качеству вооружения. Эксперты уверены, одним из способов не допустить усиления Москвы и была эскалация украинского кризиса до точки, в которой у России не осталось иного выбора, как начать спецоперацию в Незалежной. По прогнозам американских финансовых аналитиков, специальная военная операция на Украине должна была привести к истощению российской экономики и отказу Москвы от реализации программы перевооружения армии. Но американские стратеги просчитались, переоценив влияние западных санкций, введенных после начала украинского кризиса. Они просто совершенно ошиблись полностью, если можно сказать, на 200%. Это исходило из того, что они просто не полностью понимали, как работает наша экономика и вообще, что она из себя представляет. Американцы видели нашу модель экономики в крайне упрощенном виде. А крайне упрощенный вид для них был такой, что это наша страна опирается на монокультурное производство топливно-энергетических ресурсов. Западные стратеги совершенно упустили из виду, что российская военная промышленность сумела качественно перестроиться. Это позволило не только сохранить, но и повысить эффективность производства. Нам удалось спасти военно-промышленный комплекс в лихие, как теперь мы их называем, 90-е годы. Наконец, нам удалось локализовать все, что производилось на территории Советского Союза, бывших союзных республиках, а ныне странах СНГ, на территории нашей страны. Москва остается мировым лидером в ракетных гиперзвуковых технологиях. Военные эксперты стран НАТО это признают, но продолжают лить в уши западному обывателю мантру о том, что Россия якобы технологически отсталая страна. У нас технологический цикл добычи газа, добычи нефти, добычи угля, выплавки металла, добычи руды. Это настолько высокотехнологичные отрасли, что они могут поспорить с любой отраслью, которые производят и общепризнанные товары и изделия высокой обработки. В последние годы российский военный флот получил десятки новых передовых подводных лодок, как атомных, так и дизель-электрических, а также подводные дроны. На вооружении ВКС России встают новые типы самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов, которыми управляет искусственный интеллект. Постоянно обновляются носители ядерных боеголовок. Наше вооружение – это, прежде всего, потенциал сдерживания. Сдерживание западного мира, западной агрессии. Поэтому основой нашего вооружения является, прежде всего, ядерное оружие. Российские достижения в области создания новейшей военной техники нивелируют агрессивные планы НАТО в отношении России. Пентагон это пугает больше всего. В декабре президент США Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет страны в размере почти 850 миллиардов долларов, что на 70 миллиардов больше, чем в прошлом году. 10 миллиардов долларов из оборонного бюджета на будущий финансовый год предполагается выделить в качестве военной помощи Тайване. 800 миллионов – в Украине. Еще 6 миллиардов запланировано потратить на противодействие России в Европе. В Америке там же военный бюджет, он очень хитрый. И, конечно, они производят колоссальное количество оружия и колоссальное количество всего, но в основном это даже служит, он не всегда для военных целей, а это средство поддержания тех корпораций военных и выпускающих продукцию военная, на которой тоже является костяком американской экономики. Но не только штаты выделяют деньги на противостояние с Москвой. Брюссель тоже активно в это вкладывается. Общий оборонный бюджет Североатлантического альянса составляет более триллиона долларов, а это свыше 60% мировых оборонных расходов. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки теперь получил такой заказ от всех стран НАТО, поскольку у них нет возможности, они же получают оружие оттуда, из США, и наращивая теперь свои бюджеты, а они вынуждены это делать прежде всего по политическим соображениям, если уже влезли, наговорили глупости, натворили проблемы. Как теперь из этого выходить? Единственный выход – доказывать, что теперь мы будем укреплять свои армии. А укреплять за счет чего? За счет поставок вооружения из Соединенных Штатов Америки. В отличие от США и НАТО, российские расходы на оборону составляют всего 65 миллиардов долларов, что в 20 раз меньше затрат альянса. Но эти средства тратятся более эффективно, чем на Западе. Поэтому Россия обладает самым мощным термоядерным арсеналом, вторыми по численности на планете военно-воздушными силами, а также вторым крупнейшим флотом в мире. Президентом Российской Федерации был создан координационный центр при правительстве Российской Федерации, который оказывает помощь вооруженным силам в снабжении, вооружением и техникой. Это главный на сегодняшний момент инструмент, благодаря которому вооруженные силы своевременно должны получать вооружение и технику, которая необходима вот сейчас. И причем цели и задачи ставятся практически онлайн, и решаются они тоже достаточно быстро. Достижения российской военной промышленности включают в себя создание не только суперсовременных гиперзвуковых ракет, но и новых типов танков. Заступила на боевое дежурство «Армата», которая уже успела проявить себя в боях в Сирии и на Украине. В следующем году в танковые войска поступят еще несколько десятков суперсовременных бронированных машин. Военные эксперты отмечают, что, например, в Германии новых конструкций танков на вооружении нет. Есть лишь глубоко модернизированный «Леопард-2А4». Так вот, «Леопардов-2А4», усовершенствованных до модификации «Леопард-2А7», 19 единиц. А «Леопард-2А7Б» вообще всего один. При этом западные военные эксперты ничего о технологической отсталости Бундесвера не говорят. Глубоко модернизированные танки есть и на вооружении российской армии. Основными машинами считаются Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. На сегодняшний день в танковых войсках вооруженных сил России только Т-90 – около 600 единиц. Для сравнения, в Бундесвере, кроме уже упомянутых нами 19 «Леопард-2А7» и одного «Леопард-2А7Б» всего 225 танков «Леопард-2А5» и 78 бронированных машин «Леопард-2А4», которые находятся на хранении, и их техническое состояние неизвестно. При этом в немецких СМИ с завидной регулярностью отмечается, что они не на ходу, и им требуется дорогостоящий ремонт. На днях канцлер Германии Олаф Шольд заявил, что Берлин не планирует передавать Украине немецкие танки, дабы избежать эскалации в отношениях с Россией. Однако военные эксперты видят истинную причину отказа Шольца немного в другом. В Берлине знают, что основные танки «Бундесвера» «Леопард-2А5» технически уступают российским Т-90М, а антиреклама немецким производителям бронированных машин вовсе ни к чему. Говоря о состоянии «Бундесвера», он вынужден сегодня признать, что мало боеспособен. Танков «Леопард» новых модификаций там почти нет, модификаций устаревших мало, они в неудовлетворительном состоянии. И в этом главное отличие немецких танков от российских современных бронированных машин. Это Т-90М. Он обладает дифференцированной противоснарядной броневой защитой. Для защиты лобовой части корпуса и башни используется многослойная композитная броня. Помимо этого, танк оборудован системой активной защиты, которая состоит из современного комплекса электронно-оптического подавления «Штора-1». Основное его предназначение – защита машины от поражения противотанковыми управляемыми ракетами и снарядами. Появились активные системы защиты от кумулятивных снарядов, ну и многое другое. Наши танки, они хороши тем, что тенденция, заложенная в танке Т-34, сохранившаяся в танкостроении советском и российском, она шла вес, габариты, надежное вооружение. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами максимальная прицельная дальность Т-90М составляет 4000 метров, управляемыми ракетными боеприпасами 5000 метров, осколочно-фугасными боеприпасами до 10 тысяч метров. Для ведения прицельного огня в условиях плохой видимости в ночное время в танке используется прицел «Эсса» с тепловизионной камерой «Кэтрин ФС». При помощи камеры командир танка и наводчик могут наблюдать за местностью с отдельных экранов, а также управлять вооружением с помощью системы управления выстрелами. «Леопард 2А5» в отличие от Т-90М имеет гораздо меньшую степень защиты. Видите, у «Леопарда 2А5» на броне отсутствует комплекс активной защиты. Это связано с требованием Министерства обороны ФРД удержать общий вес танка на уровне 50 тонн. Это очень важно с точки зрения возможности движения танка на поле боя. Кроме того, если сравнивать наш танк «Леопард», у нас он порядка и даже менее 50 тонн, «Леопард» под 60 с лишним тонн последней модификации. А это мосты, это дороги, это платформы и многое-многое другое. Лобовая броня «Леопарда 2А5» обеспечивает эквивалент листовой брони около 1000 мм. при обстреле кумулятивными боеприпасами и 700 мм при обстреле бронебойно-подкалиберными боеприпасами. Главным вооружением «Леопарда 2А5» является 120-мм гладкоствольная пушка. Длина ствола орудия – 5520 мм. Дальность прицельной стрельбы в статическом положении – 3,5 км, а в движении – 2,5 км. Основным прицелом является «Емес-12», который специально для этой модели танка был разработан фирмой «Цейс». Для наблюдения в условиях плохой видимости и ночное время используются приборы ночного видения. Системы управления огнем «Флер-Х» вырабатывают данные для стрельбы с учетом расстояния до цели, атмосферных условий, пространственного положения танка и типа боеприпаса. Впрочем, технические характеристики прицела танка «Леопард 2А5» уступают ТТХ-камеры «Кэтрин ФС», установленной на Т-90М. Подытожим. Тактико-технические характеристики российского основного танка Т-90М превосходят возможности «Леопарда 2А5». При этом модификации основных танков в Вооруженных силах России, в отличие от Германии, целых три. Наши же заводы производили кировский завод «Танк Т-80». Уральские заводы производили танки Т-72 и новая модификация Т-90. И можно говорить о том, что танк Т-90 «Прорыв», самый современный на сегодняшний день по нашим меркам, эта машина развивает тенденцию нашей бронетанковой науки, и техники, и производства, и является, пожалуй, самым современным танком на сегодняшний день не только у нас, но и в мире. Как подсчитали статистики Пентагона, количество танков в строевых частях российской армии составляет 2685 машин. На организованном хранении еще около 13 тысяч. Для сравнения, в Бундесвере всего 323, из которых 78 непригодны к эксплуатации и годятся разве что на запчасти. Смотрите далее в специальном репортаже. Боги войны. Какую основную задачу выполняет российская артиллерия в рамках спецоперации на Украине? Артиллерия большого калибра, она позволяет, собственно говоря, выкуривать противника из тех мест, где он закрепился. Химера из США. Нацисты-незалежные молятся на Хаймерс. Так ли уж хороша американская реактивная система залпового огня? Хаймерсы стоят, Хаймерсы стреляют, но эффективность их, мы видим, невысока. Воздушная дуэль. Украина продолжает требовать от США истребителей F-16. Согласен ли Белый дом и дальше удовлетворять хотелки киевского режима? Они слишком много потратят на то, чтобы снабдить Украину этим вооружением, тем самым опустошая свои собственные запасы. Министерство обороны Германии регулярно сталкивается с серьёзными техническими проблемами в эксплуатации новейших моделей бронетехники. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, командующий 10-й бронетанковой дивизией генерал-майор Рупрехт фон Бутлер заявил, что после проведения учебных стрельб 18 участвовавших БМП «ПУМа» были полностью выведены из строя. «Мы находимся на пороге заключения контрактов на поставку новых БМП. В это вкладываются значительные бюджетные средства, но результат не оправдывает ожиданий». По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП «ПУМа» превратилась в лотерею. Предполагалось, что уже в начале 2023 года боевые машины пехоты должны были пополнить состав объединённой оперативной группы повышенной готовности, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Но, как говорится, увы и ах. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что из имеющихся у Бундесвера 350 БМП в рабочем состоянии находится лишь 150. «Военная промышленность Германии, и это действительно было так, в период нормальных отношений прежде всего с Российской Федерацией, она несколько отошла от задач по массовому выпуску бронетанков и другой техники». Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин «ПУМа» ещё в июле 2009 года, предполагая потратить на это более 3 миллиардов евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, при том, что цена за одну машину, составлявшая изначально более 7,5 миллионов евро, выросла до 17 миллионов. Факты планомерного уничтожения российскими войсками западных боевых образцов уже привели к снижению экспортного потенциала вооружений, произведённых в странах НАТО. К примеру, американские военные эксперты отмечают резкое снижение предзаказов на реактивную систему залпового огня «Хаймарс». После первой партии поставленных «Хаймарсов», которые сопровождались такой информационной эйфорией, что сейчас вот мы поставим «Хаймарсы» и победа будет через две недели другую, третью, да? Вот «Хаймарсы» стоят, «Хаймарсы» стреляют, но эффективность их мы видим невысока. Причин несколько. Первая заключается в том, что российское ПВО продемонстрировало возможность сбивания ракет, выпущенных из комплекса. А вторая – американские ВПК не в состоянии выпускать артиллерийские ракетные комплексы и боеприпасы к ним в необходимых количествах. Аналитик Рент Корпорейшн Джон Гордон сделал сенсационное заявление. За последние 20 лет Пентагон сокращал расходы на создание артиллерийских систем в сухопутных войсках США. По этой причине американские пушки и гаубицы качественно уступают российским, что уже убедительно доказала специальная военная операция России на Украине. Пентагон проводил по всему миру операции против повстанцев, а не регулярных войск. Все закончилось сокращением затрат как на силы ПВО, так и на артиллерию. Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти рода войск имеют огромное значение, с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками. «Хаймарс» и наша реактивная система залпового огня «Ураган» на поле боя непримиримые противники. А потому вопрос, кто же сильнее, русский «Ураган» или ковбой «Хаймарс». По проходимости наша РСЗО «Лидер». Трансмиссия с отдельными коробками передач, редукторами и раздаточными коробками на каждом колесе, плюс высокий, почти в полметра клиренс, гарантия не сесть на ось в вязкой глине. Показатели проходимости у звездно-полосатого конкурента гораздо скромнее. Реактивный комплекс «Хаймарс» создан на базе пятитонного колесного шасси с формулой 6х6. Его стихия – европейские дороги, в крайнем случае – кочки и ухабы. В заболоченных поймах и на глиноземах Украины «Хаймарс» гарантированно вязнет. Сравнивая в данном случае нашу технику и технику, и вооружение, которое применяют Соединенные Штаты Америки, можно говорить об определенном паритете, хотя, еще раз, достоинство заключается в том, что она лучше управляема с точки зрения применения систем управления. Это космос, это разведка. Любопытные режимы стрельбы урагана. Можно ударить единым залпом, и все 16 ракет с промежутком в полсекунды устремятся к цели. А можно дать залп с оттяжкой. 8 ракет вылетает с тем же полусекундным темпом, остальные – через каждые 2 секунды. Такой режим позволяет стрелять точнее, увеличивая кучность. Максимальная дальность выстрела – 35 километров, минимальная – 8. Впрочем, все это умеет и конкурент «Хаймарс», разве что зарядов у него меньше – всего 6. Есть, как обычные, неуправляемые, реактивные 227-миллиметровые фугасы, так и кассетные, с электронными мозгами. На сегодняшний день армия США способна развернуть на позициях 363 комплекса «Хаймарс». Корпус морской пехоты еще 47. Ближайшие 5 лет армия США рассматривает выпуск ежегодно минимум 24 новых боевых машин, максимум 96. То есть от 120 до 480 «Хаймарсов» до 2028 года. Америка привыкла считать деньги и привыкла считать все для себя и только с точки зрения собственной выгоды. Уже наблюдается некоторая сдержанность. Проявляется она в Западной Европе более ярко, а в Америке она проявляется пока менее ярко. Но, тем не менее, пределы есть. Российский ураган с 1991 года не производится. Но таких РСЗО успели выпустить столько, что надолго хватит. Только в России их стоит на вооружении 900 единиц. Более того, российский военно-промышленный комплекс приготовил потенциальным противникам неприятный сюрприз – глубокую модернизацию урагана. «Ураган-1М». Вместо трубчатых направляющих – особая бикалиберная пакетная система. Она может метать заряды до рекордных 120 километров. Как 220-мм заряды от старого урагана, как и 300-мм от тяжелого смерча. Все эти машины входят в комплект определенных артиллерийских соединений, которые могут использоваться на боли боя. Преимущества те же, что и у танков. Надежность в эксплуатации, неприхотливость, возможность быстро развертываться и быстро изменять свои позиции и уходить от разведывательных систем противника. Большие площади поражения. Также у смерчи она где-то уходит далеко за 600 тысяч квадратных метров. По данным американских СМИ, для того, чтобы поставить Украине 40 тысяч ракет для «Хаймарс», нужно еще два года. В то время как при интенсивных боевых действиях, по типу тех, что ведутся на территории Незалежной, 40 тысяч боеприпасов хватит максимум на неделю. У России, в отличие от США и тем более Украины, нет недостатка в новейших артиллерийских системах. И ремонтировать их в случае повреждений есть где. Еще в 2014 году на Донецком заводе «Донецк-Гурмаш» был налажен ремонт танков и самоходных орудий. А Москва тем временем продолжает обкатывать новинки ВПК на Украинском театре военных действий. На передовой уже появились сверхмощные пушки «Малка», огнеметные системы «Тосочка», комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» и, как поговаривают военные эксперты, нельзя исключить испытаний в боевых действиях межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция СВ». Не так давно Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показана работа 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка». Артиллерия большого калибра позволяет, собственно говоря, выкуривать противника из тех мест, где он закрепился. Даже антиснайперская борьба ведется с помощью самоходок очень часто. Когда снайперы обнаруживают ведущий вагон из какого-то окна, окно фиксируют, тут же выезжает танк либо самоходка, производит выстрел по данному окну. Точный выстрел снайпера нет. Самоходная артиллерийская установка «Малка» начала поступать в войска в апреле 2020 года. На сегодняшний день «Малка» считается одной из самых мощных пушек в мире. А сочетание основных технических характеристик делает ее уникальным оружием. Боевая масса «Малки» — 46,5 тонн. Экипаж боевой машины — 6 человек, которые за 7 минут приводят пушку самоходки в боевое положение, после чего 8 110-килограммовых снарядов калибром 203 мм готовы обрушиться на врага в течение 3,5 минут. После выполнения стрельбы, имея двигатель в 840 л.с., «Малка» быстро перемещается в другое место и продолжает выполнение боевой задачи. У российской самоходки новейшие приборы связи, управления и контроля. Развертывание и свертывание орудия ускорено благодаря автоматической обработке цифровой информации. Заряжание пушки происходит с транспортной машины, способной нести 40 снарядов в дополнение к основному боекомплекту. Это очень важно в применяемой российскими вооруженными силами против украинских боевиков тактики огневого вала. Войска нужно специально обучать этому приему. Он достаточно опасный. В чем смысл заключается? В том, что артиллерия наносит удар не по каким-то конкретным позициям, а как бы расчищает позиции перед наступающими войсками. То есть начинает удар находиться по первой линии обороны, потом огонь переносится на вторую, на третью линию. И таким образом практически противник лишается возможности занимать окопы и организовывать какую-то серьезную оборону. Кроме танков и артиллерийских систем, Украина не устает выпрашивать у стран НАТО и боевые самолеты F-16, которые, несмотря на возраст, еще стоят на вооружении стран Североатлантического альянса в Европе. Однако F-16 по своим характеристикам ровня еще советскому МиГ-29, производства 80-х годов прошлого века, и значительно уступает российским Су-30 и Су-35. Понятно, что Вашингтону, сплавляющему свое старье союзникам по НАТО, конфуз в виде сбитых на Украине американских самолетов ни к чему. Американский самолет намного легче. Если он намного легче, значит, техника, которая используется в данном самолете, она не совсем, ну, он, конечно, укомплектован нужными ему средствами, но они недостаточны для того, чтобы противостоять нашему, например, тому же самому 35-му, Су-35. Россия и США используют разные концепции требований к истребителям. У нас упор делается на сверхманевренность. И тут у России громадный отрыв. Значительная разница и в дальности полета. Для сравнения, если Ф-16 может совершать перелеты на расстоянии до 2700 километров, то Су-35 способен преодолевать на одной заправке 3600 километров. Но это далеко не все способности российского истребителя. Су-35 надежно защищен от воздействия высокоточного оружия благодаря применению комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины». Упредить удар по истребителю позволяет и установленный на Су-35 локатор, который заранее видит вражеские самолёты на дальностях до 400 километров. Для сравнения, Ф-16 видит всего на 200 километров. При этом российский радар способен обнаруживать цели даже в условиях активных радиопомех. Мы в состоянии, скажем так, не дать возможности противнику нас увидеть. Не дать возможность противнику увидеть наш самолёт для того, чтобы нанести ему поражение. То есть у нас он тяжелее, мощнее вооружения. И, соответственно, он, ещё немаловажная деталь, наш самолёт намного манёвреннее в ближнем бою, что даёт ему глобальное превосходство. Также Су-35 оснащён ракетами «Воздух-Земля». Они способны наносить удары по противнику даже в условиях плохой видимости. Имеют специфическую аэродинамическую конструкцию, что позволяет увеличивать управляемость и скорость. У Ф-16 возможность работы по наземным целям реализована по остаточному принципу. Американская машина способна нести лишь две корректируемые авиабомбы. Они наводятся по сигналу GPS и могут поразить только неподвижные цели. Недочёты в работе американского военно-промышленного комплекса отчётливо видны на фоне интенсивного роста военной мощи России. Усиленный режим работы военно-промышленного комплекса означает, что это передаётся импульс для дополнительной работы практически всех отраслей экономики. И энергетической, и текстиль, и металл, и что угодно. И продовольствие, и организационные моменты, и транспорт. То есть мы понимаем, что из этой точки боевых действий расходятся импульсы по всей остальной экономике. Всё это позволяет Москве, несмотря на препона Вашингтона, продолжать программу модернизации российских вооружённых сил. Эксперты уверены, аналитики Пентагона не ошиблись. К 2030 году по своей боевой мощи Россия обязательно догонит и перегонит НАТО.